Всем добрый вечер. Меня зовут Орлова Ксения. Я представляю некоммерческую организацию «Информационная культура». Изглавляет её о его объекте. Наверное, кто-то его знает. Это один из основателей, ну не основателей, конечно, а один из первых, кто стал предъявлять концепцию, он только дан в России. Собственно, мой доклад называется «Огонь, вода, медные трубные культуры». И я бы хотела немного рассказать про нашу деятельность, чем мы живём, чем дышим и с чем сталкиваемся по жизни. Ну, по крайней мере, за те пути работы, что я работаю в этой организации. Огонь, я так считаю, что это наши проекты, это наша сила и то, чем мы живём, вдохновляемся и пытаемся завозить эти вдохновения другим. Это наши проекты, которые поддерживают Коммунитет гражданских инициатив «Гознотраты», открытые КВО, открытые СМИ, «Глобраты бизнеса». «Гознотраты» — это агрегатор данных за Google Google и принципиально его отличие в том, что он предоставляет обид для разработчиков. Забук по блоку не предоставляет обид, и мы предоставляем ещё эти данные в формате «Джеслай». А на «Забук по quantum forward» — эти данные в СМИ — это очень, на очень много формат работы для аналитиков и других пользователей. а также правозащитный проект, который включает в себя работу и попытки раскрытия данных под номинальной статистики, это открытая полиция, и у нас еще есть масса, ну не масса, я перечислю их, это проект открытым языком, простите, я донусь, понятным языком, который анализирует, если у него звучит какой-то свой текст, диссертации, кусок диссертации или сообщение, он анализирует уровень вашего уровня, т.е. это текст школьника, текст профессора и т.д. ВОДА, я определила, что ВОДА это наше мероприятие и все, что нас связывает с сообществом, все, что доставляет людей вовлекаться в тему открытых данных, в данных вообще, в тему IT и информационной доверки. В общем, это конкурс ВАДЖДАВС, который мы проводим с Инфином России, это конкурс проектов, которые делают разработчики, дизайнеры, журналисты, это там три разных финансы, и все эти проекты основываются на открытых государственных финансовых данных. В общем, мы его уже проводили три года, и вот так он продолжается, но в том, что там все непонятно и непросто. Мы проводим генеральные хакатоны, но у нас такие хакатоны, которые больше, как бы, наша целевая аудитория — это даты журналисты. Конечно, там приходят и разработчики, и даты сантисты, и разные другие люди, но у нас такое большее погружение в аналитику, в анализ данных для СМИ. Дата среды — это такой просветительский проект, мы делаем по средам каждые две недели, когда был в активной фазе, сейчас пока немножко затих, но мы его там скоро вернем. Это такие мероприятия, в общем, семинары, лекции или мастер-классы, где мы приглашаем экспертов, и они показывают источники данных, как извлекать данные, инструменты обработки, очистки, как анализировать, визуализация и т.д. Ну, в общем, так. И вот скоро у нас будет еще Open Data Day, 3-4 марта, я всех приглашаю в благосферу, она тут недалеко, на Динамо. Там мы тоже собираем, ну, мы ожидаем, что придут около 300 человек, и у нас будет много направлений, это государственные данные, городские данные, это дата журналистика, открытая стенка, бизнес и образование. В общем, программа будет насыщенной, и реально захочется разорваться, планировать себя, потому что будет много интересных вещей проходить параллельно. Но мы многое будем снимать, поэтому трансляция будет доступна. Это я все рассказываю к тому, чтобы, возможно, вы не знаете о нас, поэтому хотелось бы, чтобы вы вовлекались тоже в наши какие-то мероприятия, нашу тусовку, и что-то делать вместе, и создавать вместе, и делать мирную работу. Я бы хотела поподробнее рассказать о проекте «Гоза Терапты» в «Ерскандинг», ну, подробнее, там, в нескольких абзацах. В общем, я уже сказала, что принципиальное различие — это то, что мы предоставляем API для разработчиков, а также это формат JSON. У нас в нашей базе... Так, сейчас я подвижу, сколько... 26 миллионов контрактов, и это реестры контрактов по 44-му федеральному закону, это реестры договоров по 223-му федеральному закону, это ИСТ поставщиков, заказчиков, но с этими данными есть проблемы, потому что часто, например, ИНН или КПП не совпадают, индивидуальные предприниматели не совпадают с организациями, и это трудно по этим данным проводить аналитику. Также часто путают коды продукции и записывают в контрактах, там, медицинские изделия, записывают их... Так, я забыла... Какой-то пример, но медицинские изделия, типа, там, печеньки какие-то. И тоже это, в общем, очень-очень осложняет проводить аналитику. Так, что еще? Ну, я хотела показать следующий, там, проект, это Screen, я, наверное, сейчас попробую перейти на него, но я его хотела показать для того, чтобы как-то... Я не знаю, кто тут среди вас сидит, с какими навыками и компетенциями, но, в общем, мы открыто взаимодействуем, и в рамках нашего проекта по затрате мы планируем делать какие-то спецпроекты, и поэтому, в том числе, нас интересуют специалисты геоданных, чтобы как-то это все связать с картами, и, ну, не знаю, какие тут еще специалисты, в общем, можете потом как-то обратиться ко мне и поговорить об этом. Можно тебя открыть? Так, а там ссылка, надо скопировать со слайда. А, там есть ссылка на слайде? Да-да-да. Она не сработает, если нажать? У-у-у. Сейчас, минут. Так. Ой, наш TP сработал. Сейчас, минут. Вот это все. Так, сейчас, чуть-чуть, наверное, забыл пробел. Да, сейчас здесь. Так, сейчас подожди, я попробую сделать. В общем, смотри, одну девять-мышку, тремя пальцами двигать. Это как с нажатой кнопкой. У-у-у. Вот, да. Вверх, вниз — это зум. У-у. В общем, это проект одного из наших партнеров, Social Data Hub, делал Артур Хачуян, на основе, там, выборки контрактов без базы госзатрат, и это здесь показан граф, который классифицирует игроков рынка государственных контрактов. То есть, так, зум, зум, зум. Это, например, зелененький граф, это граф Сечина, и тут можно дальше перебирать и видеть его контракты. То есть, такая интерактивная штука, в которой можно залипать, играться, и, ну, в общем, по этому графу видно, кто нас держит рынок госконтрактов, скажем так, грубо говоря. В первую пятерку выходят Сечин, Греф, Миллер, Шойгу, Бычканов и Власов. Ну, вот. Выполнил закупки. Разумеется, ведомство или ведомство, которое заказывает, или как? Персонали. Или социальная связь. А ведомство? Да. То есть, если это Сечин, то это Росных, да? Да. И связанные на чем? Да. Так, я, наверное, вернусь… Ну, тут, правда, можно долго копаться, я как-то, не знаю, возможно, позже, если кому-то интересно, смогу там скинуть ссылку. А сейчас я попробую вернуться к презентации. Так, я не вижу, где она. И медные клубы – это наши трудности и проблемы, с которыми мы столкнулись. Работая с открытыми данными, пытаясь держать и расширять движуху по открытым данным и донести до сообщества, донести до людей, что это важно, нужно. И, в общем, взаимодействие с госорганами, они не понимают часто потребности. Мы, как наша организация, являются, скажем так, посредником между госорганами и гражданским обществом. И, когда мы пытаемся, там, организовать, там, конкурс, например, баджетап с Минфином или, там, делать еще что-то другое, часто они не слышат, у них есть какие-то там свои представления и очень трудно до них донести реальную нужду и важность сделать по-другому. То есть у них есть своя генеральная линия и они не шаг назад просто. Также вовлечение сообщества – это тоже очень такой сложный вопрос. Если бы мы не взаимодействовали, там, с вузами, например, тесно мы взаимодействовали с магистрской программой журналистической данных вышки, и практически они одна наша целевая аудитория хакатонов, конкурсов и других каких-то там дат и свет мероприятий, и мы бы хотели, чтобы о нас знали больше и вовлекались самые разные там люди, которые и знают, что такое данные, и, возможно, только просто там программируют, а с данными, ну, как бы для них это далеко, ну, открытые данные. Ну, вот качество данных, которое просто, ну, очень и очень усложняет работу по аналитике, а мы очень много делаем проектов, ну, вернее, проводим аналитики по каким-то там заказам. И хотелось бы тоже проводить, поднимать информационную культуру и чиновников, которые там заполняют эти государственные контракты, прежде чем они оказались в базе, потому что очень много ошибок, неточностей, накладок, описок, опечаток, и с этим сложно работать. В общем, вопрос, что делать, ну, кто виноват, не буду сдавать, а что делать, остается открытым. Вот, у меня все, наверное. Я буду рада, готова ответить на вопросы, вот. Буду рада, что это будут вопросы. Правильно, потому что общественная организация, да? Да, некоммерческая организация, да. А основная деятельность подготовки аналитических отчетов, фипографики и так далее? Ну, нет, это одна из основ, но чаще это организация для проведения мероприятий и ведения проектов типа госотраты, открытая полиция – это наши основные проекты, открытые СМИ появились в 2017 году, мы его открыли, и открытые НКО. Вот, ведение вот проектов с открытыми данными, то есть мы… Есть открытые данные, мы сами, вот, например, в проекте открытые НКО собраны данные из EGRU, из субсидий, гранты, собственные контракты. Какая там прокрация? Этого делают даже журналисты на основе наших данных, которые мы уже чистим, обрабатываем и предоставляем в таком хорошем чистом виде. А как финансируется ваша организация? Что? Про открытую полицию подробнее расскажу. Да, ну это как… Этот проект больше к людям, и о нем многие… Но по сравнению с госотратами, он понятен для людей, то есть он не про данные, но про людей. Там регулярно мы с партнерств, со СМИ делаем всякие тесты, типа, что делать, если к вам пришел полицейский или вас остановил полицейский, какие у вас там права и… Нет, а что за данные проблемы? Да, на криминальной статистике. Но там… Можете узнать, какой подъезд к самой криминальной делу? А сколько они агрегированы, да? То есть там просто по городу что-то или более подробно? Ну вот в этом проекте сейчас… Как вы думаете, что по этой стороне можно вот это как бы понять? Нет, это нельзя, к сожалению, понять, потому что мы активно работаем над тем, чтобы данные все-таки раскрылись, актуальнее именно. Потому что вы в МВД… Делали наркотики, да. Да. Приходите, кстати, на Open Data Day, правда, там расскажут вам про исследование по наркотикам. Алексей Кнор из Европейского университета… А где задерживались за продажей? Где задерживались? В смысле нет вообще данных или вы ими не занимаетесь? Это я думаю… Нет, мы вот этим не занимаетесь. А это самое интересное, потому что обходить нужно не опасные дома, а там где много раз задерживаются. А как финансируется вашей организацией в Сочи? Фонд Кудрина и всякие контракты заказываются по аналитике. Да. Аксения, еще такой вопрос. На примере ГИБДД, наверное, мы с ним занимались аудитом дорожных транспортных происшествий, и на сайте у них представлена вся информация, и выдают они ее в различных форматах. И так получилось. Мы сначала открыли формат PDF, получили один объем информации и количество карточек DTP, а потом, чтобы автоматизировать этот процесс, скачали карточки в формате XML. И к своему удивлению пришли выводы, что объем информации и количество этой информации разное. Хотя источник и сайт один и тот же. Почему у них так происходит и можно ли это как-то анализировать. А потом, как бы, получили информацию от области, она тоже ведет эту статистику, которая потом поступает на сайте ГИБДД. И там третье количество объем информации появится. Хотя, ну, капта, которая используется, есть какой-то анализ и ничего. Такого анализа у нас нет. Это одна из капля моря, которую нужно решать и обращаться и что-то с этим делать. Поэтому нам нужны, нужны люди, вот такие, как вы, которые могут подать запрос и проанализировать сами. У них по самим путаница, у них часто путаница в самих данных, и поэтому тут вопрос поднятия информационной культуры самих чиновников тоже. У нас постоянно спрашивают про исследование по наркотикам, которое было сделано на Хакатоне. А, но это не полгода. Это я уже потерялся на времени. Ну, тесты со знаком. И планируются тесты с Медузой, и по открытой полиции, которые, собственно, посвящены памятке, как себя вести с полицейскими. Вот. В той самой культуре сотрудники работают полно на почти день или совмещают? Совмещают. Совмещают, полный рабочий день. В общем, да. А как вам удается находить деньги на этом? Ну, вот у нас основные проекты, которые я перечислила, госзатраты, открытая полиция, открытые СМИ, открытые НКО, они поддерживаются фондом Кудрина, комитет гражданских инициатив. Вот. Поэтому, как-то, ну... Какие-то деньги у нас на это есть. Небольшие, но... Выполняете какие-то заказы? Да. Ну, это такие какие-то закрытые, типа, исследования по безопасности... Как это сказать? Какие... Какую почту используют чиновники в своей работе? Было такое исследование... Mail.ru? Да. Mail.ru. Вот это по теме импортозамещения, что это Gmail, Mail.ru и... еще какой-то... Ну, то есть, небезопасный... Что? Язык. По-моему, да. Ну, в основном, Mail.ru все используют. И... Ну, не очень безопасный для такой деятельности. Что фixo-фтору горит. Ну, а вот. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...